Продолжение следует... 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 Но с этого момента у них противники ключи по голову только штурманов. Жизнь подполковника Пешкова, который к своим 45 годам успел налетать почти 2000 часов и отмоет пять типов боевых машин, оборвалась. Его расстреляли на земли боевики. Командир Олега Пешкова, 7 лет даже спустя 6 лет после трагедии, вспоминает обо всем случившемся с дружью в Голосе. Они служили вместе в 90-х на военном аэродроме в Ложаевке. И тем более таким кадром, как и Ромбазово, в Семеновской комбинации, эти ключи должны попросты и по пунктам отрасли, даже исходя из этого. Поэтому открыто очень трагично, очень шелко. И, ну, в данном деле, как раз почувствовало. Пешков был рожгон, чтобы взлетать, говорит Шенгей, где трансформировано. Время, когда полиция просто уменьшилась, ресурсов самолетов и соплива для них не хватало, а Олег все равно просился в небо. Здесь же, в Маржаевке, научился управлять СУ-24. Именно с этим главбардировщиком он изображен на памятнике, который установили на территории воинской части в 2016-м. Буквально в нескольких шагах от неба. Крам в честь иконы Божьей Матери в лабиратное небо. Здесь молятся о защитниках отечества, живых и тех, кому было следено погибнуть. Имена многих, в том числе подполковника Пешкова, в этой книге памяти. А это уже фидеральная трасса. Буквально в 3-х километрах от Вожаевки, рядом с Чеховной, в честь иконы Божьей Матери в искании погибших, мемориал воинской славы. В самом центре портреты на черном граните пилота Олега Пешкова и морпеха Александра Позынича, который погиб в ходе поисков экипажа бомбардировщика. Сейчас закоминал об одном спеце с фронтовиками Великой Отечественной войны. Рядом, как символ вечной печали, пусты рябины. Мы решили посетить все сними память героев. Те, которые работали сними, 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 сними. И когда я наблюдал, как это все, в сердце, конечно, приходит тихо, печальное состояние, молитвое сердце. О Олеге Пешкове посетителем своего аэрокосмического музея рассказывает Владимир Касьяненко. В его экспозиции есть Су-24, привезенный сюда прямиком с военного аэродрома Вожаевки. Правда, от предательских сбитого бомбардировщика серии М он немного отличается. В этом году в Голосове не создануло 10 см. совмещая стандартная отделка, где штанга Курли-Деева на рамке на радиосвязь, там длинная штанга Курли-Деевки, в этом году он вышел. Этот стандарт, он называется «Субличный ремнодоритик». Он был более современными резервными оборудованными почерами, которые зарушили перед правными системами наведения. В этом году в Голосове, в Голосове, в Голосове, и в Голосове. Летал ли на этом самолете Олег Пешков? Выяснить, говорит Владимир Касьяненко до сих пор не удалось, но то, что герой России и мне приказался вполне вероятно. Примета у лучиков такая. Кстати, память о нем сейчас увековечена во многом. И для Пешкова сейчас носит один из новейших истребителей-бомбардировщиков Липецкого авиацентра в Уфе-34 и школа, где учились его дети. Воскрепенники алтайского интерната, где преподают о взлетной подготовке, получал стипендию имени Олега Анатольевича. Него России, пилота экстракласса, убитого ударом в спину. В подвесе Амурской области на радио России мы продолжаем занятия по тактической стрельбе и спонсиву ориентированную задачу вам до этой группы. Продолжение следует... Продолжение следует... ...которая нам помогает, да, и которая нас куритрует, и мы можем сказать, что у нас через год мы с вами по треотической расходу тоже для свой склад. Это право, что подобрать мне в форуме, а готовность на данный проект, то есть готовность быть в губернаторских данных. Кроме того, у нас школьников напередствует мастер-классы, подсказки неоднократные, подсказки неоднократные, подсказки неоднократные, а их что-то смогу помочь в аварийном перепаде. Вчера, что вы получили, для вывода, и все, что будет. Соревнования «Динамейский десант» Пошли на камеру Крементировать Александр Борис, председатель регионального Криняя, Датсана. К сожалению, у нас долгие годы, 90-х годов, особенно, как у нас, я не знаю, но больше сейчас мы исполняем, что я понимаю, чем больше мы, молодежи, чем больше мы, чем больше мы, чем больше мы, чем больше мы, а на сегодняшний план, мы, а на сегодняшний план, чем они будут присоединиться в большом месте, очень нравится, безусловно. Прикордное количество участников, и вам какому профессионалу помогли, я сегодня ослаблют, для того, что чемпионов профессионального мастерства Олимпикс, специалисты, специалисты, полиции, с тем, где-то передняк, всего 80 человек, им нужно, чтобы компетенции, в том числе, любые медицинские и лабораторные анализы, администрировать свои знания и навыки в этом сроке у студентов. Также, среди направлений, дизайнов, роботных текстов, фотография, шведский полярное отдело, штификатурные работы, консультурные века и вязаниях, и все участники увеличат свои возможности, трудоустройства, предприятия регионов, в неделях, правительственных, российских финалов, область снова окажется вовлазным циклоном, пятый месяц, два года, и с такими рекордами. Уважаемый сентябрь, расскажет о том, Синоптикоморского гидрометцентра, 34, но я с вами прощаюсь, будет 19.85, хорошего дня. Синоптикоморского гидрометцентра. Уважаемый сентябрь, вошел в спектр с медицином, в ночь на 29 сентября, стала самой теплой, не только с начала века, но и великий рейтинг людей. В ближайших двух суток, сравнивается, что уголокальных сентября в России, наследствием, поле Талтая, Дубайкалия и Лепутин, не дали до Камчатки. Насколько сильно похолодать в регионе, расскажем сейчас. Дракутик, Синоптик, и в сентября, главный смысл комивского репрессионала. Процессу, оболозкой погоде и климат, можно признать, что во временах они не такие уж плохие. В то время, как в Сибири, Новосибирские, Кенеровские обеи прощейшее расцветление холодного сентября, засыпал на Брюнсберну, и высота снежного поклёва составляла от 1 до 12 см, на местами фиксировались настоящие с углой до 42 см. В потяжке с необыла нависк деревьев, на Носибирской области благодаря и соглашу В 18-м году в 18-м году, на которую ждали специалисты, ночного недель, на 27-е сентября, было очень тупое, для того, чтобы не было все прошлые 10 градусов, со включением крайней республики. В угловном центре состоялся рекорд ночной температуры воздуха. Столбики турмоника, в покажем, в высшие на 10-м, в мере 15-й градуса. Так, тепло не было очень много датчиков. Прошлый рекорд для этой датчику стоялся в год назад, когда температура опустилась до 12 градусов. Для этого, насколько теплая ночь наблюдала снижаться летом и в 267-м году. Нужно отметить, что обычно, в этой датчике региона ночная температура составляет около 10-ти декабря. Детские дни свободы на территорию воздуха продолжатся формировать тепло. Его фронтальные системы смещались довольно быстро, и уже по луке, но садовыми районами начались сайсмены. Основной запасной датчик сезон оставляет на северными районами, по данным новым запомнений под Ковровинском физическом районах в 11 часов выпало количество опасов в 1,5-2,5 емирата, превышающих декабряную норму. И эффекты не окончательны. Что касается предстоящей погоды, то мусорки в москве предупреждают, что сегодня 28 сентября станут последние теплые снега до северных. Очередной сетюлой на северный датчик сезон оставляет на северный сентябрь, и на северный датчик сезон оставляет на северный датчик сезон оставляет на северный сентябрь. Северный датчик сезон оставляет на 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 северный датчик сезон о Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дисклеймер Продолжение следует... 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 Продолжение следует...